добрый день дорогие зрители с вами open science in ukraine меня зовут гуслист артём в этом видео я покажу вам как быстро можно найти индекс хирша в скопусе того или иного автора в предыдущем видео мы уже показывали как найти автора в скопусе то есть я сейчас не буду об этом сильно рассказывать как посмотреть его индекс хирша но сейчас скопус ввел дополнительный параметр который позволяет авторам у которых всего одна статья в скопусе и у них нет личного кабинета со своим скопус айди узнать свой индекс хирша то есть смотрите заходим в поиск авторов выбираем мы вводим фамилию автора который нас интересует имя инициалы если нужны и организация то есть место работы нажимаем поиск вот мы видим то же самое в результаты те же самые поиск которые мы вам уже показывали единственное отличие с предыдущим видео это вот вот эта вот колонка h-index то есть в ней полностью отображен индекс h-index в скопусе того или иного автора вот пример да смотрим 23 глянем в профиле тоже h-index 23 то есть да в принципе для ученых кого больше двух статей в скопусе функция абсолютно бесполезная но вот для тех у кого всего одна статья в скопусе смотрите вот мы смотрим документ всего один если на него нажать то без без доступа у нас ничего не получится на автора надо нажать нельзя то есть скопус айди у него нету но зато прекрасно виден его h-index в скопусе то есть вот мы видим да где одна статья h-index 1 отлично в принципе опять таки для авторов у которых всего одна публикация в скопусе и нужно узнать свой индекс хирша то есть не надо там искать паса паса автором своим процитирована ли это работа в их личных кабинетах то есть классно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего доброго